Золотые мои, в процессе ведения ютуб канала, какие только долбоёбы не пишут, какую только хуету не приходится банить, то славу Украине напишут, блять, канал смотрят фейсы, канал смотрят отдел Э, нет, блять, слава Украине, по ебану, ну, давайте сразу, блять, с наручниками мне постучимся в двери, блять, ну, и дождёмся, блять, от меня отзыв героям славы, блять, и на пять лет, нахуй, влаги у меня, блять, в бан, конечно, это идиоты, блять, писать, блять, на канал, выходящий, блять, на территорию Российской Федерации, блять, слава Украине, в бан, без вариантов. Тут я нарушил одно из главных правил ведения блога, правило это формулируется так, говно сбивать на подлёте, сбил я, вступил я в диалог с говном, и был за это наказан, и так, что-то там ролик про Пригоржина пишет какой-то мне приблотнённый, ну, бывают такие, понимаете, кому на вахте дубаки дубинами почки не отбивали, и кому зубы не вышибали в ШИЗО, вот они ещё блатнируются, вот с такими забетонированными пальцами, но это проходит, как правило, после первого-второго карцера, типа он там за Саню Курары тянет, то и сё, я видал эту публику на зоне, так идёт по этапу, там у него и дато Тбилисский, и дато Кутаиский, и все вора его, прям кенты, всё, он такую жизнь знает, всё, приходит в лагерь, цовет за тряпку, и в шныри, это не самый ещё плохой вариант, то есть болтовать можно на чёрной зоне, на красной зоне таких нет, на красной зоне дубаки таких просто убивают, ей-богу, убивают, один грузинский перенёк, 19 лет, провел характер, сказал, что он вор, его два часа в шесть человек били на вахте, и за ноги волокли в СУЗ, за ним по асфальту стелилась кровавая дорожка, потом я увидел, он на костылях ходил, еле ноги передвигал, похудел тогда килограмм на 20, вообще там как из Бухенвальда, страшно было смотреть, поэтому вот этот мир, ещё заметил я, значит, когда в хату заезжает пассажир, мир дому нашему, и ходом всему воровскому людям, всё, пропал дом, пропал дом, в хате начинаются какие-то ненужные говнотёрки, какие-то склоки, споры за понятие, то есть всё, и так продолжается до тех пор, пока пассажира не уволокуют в карцер или на этап, или в осуждёнку, но пока вот такой пассажир в мир дому нашему живёт, он начнёт на общие собирать, начнёт малявыми по тюрьме раскидываться, там, конь аж перетирается от чистоты употребления, там, гоняет и вверх, и вниз, и вправо, и влево этих коней, там, всё, он, звержуху наводит, так сказать, пропал дом, с такими пассажирами сидеть, ну, и вон, нахуй, блядь, попадались и такие, ну, нахватался верхушек, что-то он там не проживал, про то, что я мало знаю, ну, я знаю, достаточно, достаточно для того, чтобы каким-то образом самостоятельно строить, без подсказок самостоятельно строить свою жизнь и на тюрьме, и на зоне, его попросили там, ну, очень хороший был комментарий, ну, ты, говорит, знаток людского, ты, говорит, знаток людского, ну, поясни-ка здесь то-то, то он не смог это пояснить, потому что мой первый коммент был, ты, говорю, по верхушкам-то поскакал, верхушка нахватался, теперь там здесь выжогаешь, такие есть тоже, вот, они на тюрьме там что-то нахватаются, каких-то там верхушек совершенно таких, ну, именно тюремных, не зоновских, нет, на зоне все сложнее, и потом вот с растопыренными пальцами, ну, это опять, пока менты не сломали, пока конвой дубинами не отходил, такие вот забетонированные пальцы они еще канают, надо было банить это говно, надо было банить это говно, прям, только про людское, только про людское гадское услышал, сразу бан, вот еще мой жизненный опыт, я несколько раз, как юрист, я несколько раз сталкивался со страной, то есть противная страна была вот именно людское гадское, Я заметил, что как только начинают контрагенты разговаривать про людское и про гадское, это сразу указывает на два обстоятельства. Аргументов нет. Аргументов нет, только людское, гадское, короче, вот с такими характерными движениями, свое пропихивают про людское и гадское, вот это все, мир дому наш. И денег тоже, скорее всего, нет. Потому что если бы были деньги, вопрос был бы о цене. Слушай, ну ты подвинься, о цене, да, у тебя столько, вот я вот, вот столько тебе, и вот еще вот столько, еще вот здесь. А ты немножечко мне вот здесь и здесь уступишь. Вопрос, о цене, когда есть деньги, договариваться очень легко. Когда нет денег, начинается мир дому вашему, слушай, тут не по понятию, давай договоримся, давай упростим ситуацию. Это я наблюдал, будучи юристом, то есть у меня такие клиенты были. И второе наблюдение, просто в гражданской жизни, не по тюремной, в гражданской жизни, вот люди, которые живут по понятиям, они проигрывают по жизни, проигрывают, вот почему. Существует, я как юрист с вами рассказываю, как юрист с вами разговаривал, рассказываю какие-то университетские вещи. Существует право обычное, существует право формальное. Ну обычное право, это право, которое слагается из обычаев. Не убей, не укради. Ну мы понимаем, что убивать нехорошо. Вот крысить у своих, это не знаю, это хорошо или нехорошо. Потому что воровать, уже сказано, что воровать нехорошо, да, не убей, не укради, не прелюбодействуй. А вот крысить у своих, это уже понятие, понимаете, это уже необычное право, это уже расширенное понятие. То есть у него можно воровать, а у своих нельзя воровать. Вот это и есть понятие. Вообще, понятие это вещь такая, которая сильной толкует свою пользу. У кого более заощренные мозги, у кого соображалка работает. Это все время заканчивается тем, что баул от лоха переходит к такому порядочному арестанту. То есть нужно же на общее собирать. Народ, люди страдают. Ты что тут в теплом ходишь? Да там люди страдают. На северах от Сынги народ кишлаками вымирает, а вы тут бананы трескаете. А формальные правы это то, что записано буквами, формализовано. Вот кодекс, закон, постановление, указ президента, это формальные правы. Это когда власть устанавливает, да будет так, грубо говоря, или запрещает, вот так не будет, покараю. Вот оно гораздо сложнее понятий. Формальное право сложнее обычного, потому что обычное право состоит буквально из нескольких десятков каких-то базовых вещей, базовых запретов, базовых предписаний поведения, что нужно вот так вот себя вести, а вот так себя вести не нужно. Обычное право не может быть многотонным. А законов у нас больше ста тысяч. Больше ста тысяч. Их знать невозможно. Все законы Российской Федерации, знать невозможно их. Можно только так какие-то базовые выучить, там вроде Гражданского кодекса. И к этому Гражданскому кодексу еще хреновы тучи по статейных материалам. Там пуды, не килограммы, а пуды постановления Пленума Верховного Суда, толкающие ту или иную норму. Вот, поэтому, если есть деньги и если есть знания формального права, ну, понятиями оперируйте. Это все равно, что, знаете, прийти в университет, на математический факультет, курс как на четвертый, на лекцию. Рассыпать спички и сказать, вот смотрите, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре. Каково, а? Заткнул я вас за поезд. Вот видите, как я умею пересчитывать спички. А вот смотрите, головками теперь перевернем к себе и считаем. Четыре, три, два, один. А? А делаете? Вот так вот. Кто-то понимает, надо. Вот эти понятия такие. Я не живу по воровским понятиям. Именно потому, что я и живу хорошо, что по воровским понятиям не живу и даже стремящимся не был. По жизни я мужик, мне оно как бы не надо. Мне оно как бы не надо. И сидел я на красных зонах, на красных. Там нет воровского ухода. Там за воровской ход убивают просто. Только рот раскрой, ми вора, убьют, бошку снесут. Рулют всем козлы. Бригадиры, нарядчики, вот эта вот публика, завхозы. Вот с ними надо отношения выстраивать. А блатные либо в Сусе, либо на больничке. Но я освобождался с больнички, с болотнички. С больнички я освобождался, я видел этих блатных, чего они стоят сами по себе. Ну вот, такую хуету около воровскую. Это еще раз, это не воры, это просто такая публика, которым нравится играть в блатную романтику. Еще раз, у кого еще почки и печень целы. Потому что я там затронул, говорит, ты там на зоне немножечко. Мало попал, чтобы что-то там понять. Да это не важно сколько отсидел. Ну полтора понедельника достаточно. Полтора понедельника отсидел уже достаточно, чтобы чувствовать себя таким толкователем понятий. Очень уверен. Мер думу нашему. Ну вот, слава Украине, жизнь ворам, АУЕ, ауристанские укладки. Иди, все, блядь, нахуй. Нахуй, все это хуетень, блядь, с моих каналов. Лох по жизни совершенно, совершенно не про это. И я подумал так, и антилог по жизни тоже не про АУЕ. Потому что АУЕ это экстремистская организация. Мне экстремизма вот так вот хватило. Мне в моей собственной жизни, блядь, хватило экстремизма, блядь. У меня статья одна есть за экстремизм. Я экстремизм могу теперь уже в школе преподавать. Ну что, дети, блядь. Вот это экстремизм, блядь. А вот это вот хуево знает. Ну вот это вот точно экстремизм. Вот, поэтому АУЕ нахуй с пляжа. Жизнь ворам где-нибудь там. Жизнь ворам в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме. Так, ну а что касается Саши Курары. Ждем новостей. Заявка сделана серьезная. Ждем новостей. Ну и какие будут его последние слова перед тем, как. Саши Курары.